Йоу, ребятки, всем здорова, добро пожаловать на новый выпуск Шоу, которого мы с вами должны сегодня назвать Поэтому, Кавай, начинай интро Неделя в NBA снова пришла И в этой неделе было уже много чего Первое, что случилось, это оно случилось вчера Я не знаю, когда будете это видео смотреть, поэтому не буду об этом Вчера, короче, для меня сейчас, это было вчера Джейми Батлер перешел в Филадельфию 76ers И я писал об этом своими сторами, если хотите посмотреть Если хотите подписаться моими сторами, вот, короче, моими сторами Да, я писал, что Филадельфия отдала много Но в то же самое время Миннесота получила мало Если это какой-то имеет смысл Короче, что я имею ввиду? Филадельфия отдала Сарича и Ковингтона Короче, Ковингтон first team all defense Это нихерово Это нихера себе защитник А Сарич, он хороший бросающий Сезон начал не очень хорошо, но он Он уже начинал играть хорошо И вот в прошлом году уж вы видели, как он играл В прошлом году он играл вообще шикарно И Филадельфия вообще надо шутеры Потому что у них форварды больше бросают трех, чем гарды, чем защитники И это вообще какая-то дичь Ни Ти Джи Маккаун не умеет бросать Ни Бен Симонс не умеет бросать Ни Маркел Фулс не умеет бросать А Маркел Фулс, то вообще жоп! Поставьте меня на Филадельфию, я и то лучше попадать буду Короче, да, теперь у них есть Джимми Батлер И по-любому Филадельфия становится нехеровой командой Миннесота, хоть и получает Ковингтона и Сарича Но что им Ковингтон и Сарич за Джимми Батлер? Счет Джеред Бейлис и второй раунд пика 2022 года Что? Зачем? Во-первых, у них Миннесота полностью профукала этот момент с Джимми Баттера вообще жестко! Потому что у них было предложение от Майами Гид Два, по-моему, было пика первого раунда Джош Ричардсон Короче, дохера пиков И они профукали эту дичь! Миннесота! В то же время были же куча слухов, что 4 драфт пика первого раунда прилагал Хьюстон Рокетс Примите уже это приложение, отправьте его в Хьюстон Потому что Миннесота в этом году уже точно ничего не выиграть Я думаю, они в флей-офф точно не попадут Я не такой уж и фанат Кайла Энтони Таунза, чтобы в него так охеренно верить Плюс еще Запад же такой сильный, что там 11-12 команд Даже Сакраменто Кингс хорошо орают Я, в принципе, никогда не думал, что я могу сказать такое сочетание слов в своей жизни Да, и Миннесота, короче, профукал это все жесткое Типа до... Нахера он генеральный менеджер? Они еще не видели, как я все сделал в своем выпуске Перестройки? Филадельфия, несмотря на то, что отдала немного, но... Ну, они отдали много, как по мне Но они все равно выиграли этот трейд, потому что Джимми Батлер, ну, делает такого еще урока Теперь у Филадельфии большое трио И если сравнивать с большими трио во всей лиге То они в топ-5, топ-5 лучших трио И, ну, первый, конечно же, будет Голден Стейт А потом уже кто-кто как И Филадельфия, Филадельфия теперь, ну, реальные шансы попасть в финал Филадельфия сделала этот сезон намного, намного, намного интереснее Дальше в новостях, что Кармел и Энтони думают насчет роли в команде Хьюстон Рокетс И еще говорят, что неизвестно, будет ли он в команде Что я, в принципе, такой... Что с Хьюстона вообще происходит? Хьюстон такую дичь играет Ладно, да ладно, там не было Хардена Крис Пол играет не на своем уровне И Кармелла точно на своем уровне играет Но Кармелла уже, ну, дохера тучу лет И он уже, мне кажется, будет скоро заканчивать Я не знаю, что думает про Хьюстон Рокетс Я думаю, что они будут второсейные на Западе Но что-то уже на это не похоже Поэтому напишите в комментариях, что вы думаете По поводу Хьюстона в этом году И на каком месте они закончат По поводу Лейкерс Я не помню, это было на прошлой неделе Или на деле две назад, но Мэджик Джонсон Предупредил, типа Так, предупредил Люка Уолтона Что, типа, слышишь, надо уже побеждать Типа, что ты тут чудишь И, в общем-то, все жалуются, что Лейкерс не могут никого защищать Но я видел, короче, небольшой видос в инстараме И это просто защита Леброна Описывает всю защиту Лейкерс в этом сезоне Да, Леброн прям сыграл в защиту просто великолепную Прям, first team all defense Кстати говоря, о Миннесоте Обменялись с Баттлера И теперь в стартовом составе, я думаю, будет выпускать Деррика Роуза А Деррика Роуз в этом сезоне играет прям Нихера себе Несмотря на то, что он сказал, что он хочет выиграть шестого игрока И Деррика Роуз может с того стать тем таким неплохим разыгрывающим Который может дать двадцаху за игру Ну, он двадцаху, я думаю, в этом сезоне точно не будет забирать Ну, где-то семнадцать очей будет за игру набирать Деррика Роуз И я, типа, рад, типа, вернулся Здравствуйте, Деррика Роуз Мобой Конечно, тот Деррика Роуз 2019 года был просто Когда он набрал полтосик Такого Деррика Роуза вернуть нам Посмотреть, чтобы было бы с Лигой без его травм Это даже тема не больше NBA, но Дюк, короче, всех разносит Нихерово так Я прям, я прям аж немного в шоке Я вчера смотрел их игру против US Army, по-моему, называется команда Зайон Уильямсон, двадцать пять очей, что десять из тринадцати сыры Машина просто И, типа, все о нем говорят, типа, следующий Лебран Мне будет интересно реально посмотреть, что из него получится Ну, вы все видели, что он замутил у нас перестройки Поэтому, да Небольшое у нас такое видео у нас по понедельникам Я пытаюсь втянуться, чтобы видосы делать каждый день Плюс я хочу еще замутить влоги на английском канале На этом канале тоже я буду делать влоги Потому что, ну, мне хочется делать влоги тут Чтобы держать вас в курсе событий Ну, а завтра, я думаю, ждите перестройку Washington Wizards На этом, в принципе, все Всем спасибо за просмотр Поставьте этому видео лайк, если вам понравилось И подпишитесь на мой канал с уведомлениями Конечно же, чтобы ваша бабушка знала, что у меня выходит видео На этом, в принципе, все Я увижу вас в следующем выпуске Увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok